Владимир Гавриков или Володя Гавриков из Москвы. Лауреат, в этом году Юрша взял, и лауреат еще и митинский поэзий «В горник стола». Ну, конечно, все чертовы дюжины, общество всего поэтов и мой друг. 3-го числа, когда я поднялся на сцену, все уже ржали, поэтому я галстук-то надел. Думаю, если я ржали тогда, то сейчас тоже должно быть. Думаю, вы меня не подведете, потому что при выступлениях наших одна из главных задач выступающего – это чтобы самому не засмеяться раньше, чем засмеется кто-нибудь из зала. Галстук – стержень силуэта. У нормальных мужиков он обязан бить по цвету хоть с одним из двух носков. Бум пиратства принял к сердцу близко. А поскольку с техникой знаком, взял с получки тысячу левых дисков и забил их нафиг молотком. «Мне не жали страченные зарплаты от родных и близких втихаря, но я ясно дал понять пиратам, с кем они связались и что зря». Наконец-то перо приравняли к штыку. Все, кто пишет, как будто лишились оков, а пернатых реформа повергла в тоску. «А куда полетишь с полной попой штыком?» «Я прошу в вас самую малость, оприму как великую честь. Буженинки у вас не осталось? Мне тут не с чем горчицу доесть. Я от любопытства умираю, слушая Митяева в ночи. Снятся ли кошмары самураям, если в доме не наточены мечи? «Ены миллиардами теряем, нафига он нам такой прогресс?» В эту ночь решили самураи перейти в Билайн из МТС. «Люди, как доски в паркете притертые, вряд ли протиснется нож, нервы на взводе, набухли аорты, голову хрен повернешь. Ясно, что пройден рубеж невозврата, гаснет в сознании свет. Ты полагаешь, что дали зарплату? Это неверный ответ. Деньги давно в кулаке, не в кармане. Жуткое действо грядет десять секунд до открытия бани. Начат обратный отсчет. Мир задрожал, как в предсмертно накстазе. Убраны пряди солба, а в бане без дырок. Один только тазик. Вот за него и борьба. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Житомин, таможня, еврея трясут. Трясут, как обычно, не строже. А город подумал. Учения идут. Раскаты уже больно похожи. И в Китае дождик изо льда. Значится, и там стемнеет скоро. Но у них не рвутся провода. Слишком часто вкопаны опоры. АПЛОДИСМЕНТЫ Потому что ихнее варье... Не будет. Отделочный кирпич, как символ века, определяет дома стиль и класс. Им можно так отделать человека, что не любая травма примет вас. СМЕХ Тут надысь соседа грохнул Петер. Так менты замочили вопросом. Почему в охотничьем билете нет отметок об уплате взносов? СМЕХ Я им поясняю. Я ж прикладом. СМЕХ Но тогда отметок и не надо. СМЕХ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Немножко леете. СМЕХ СМЕХ Карнавал. СМЕХ Алою кровью залито бунгало. Петра стучится башкою в порог. Вот чем чревата усталость металла, если превышен хранение срока. СМЕХ Тяга к дешевым китайским товарам. СМЕХ Женщину верную за три рубля Сделать надумал Маккаренко. Да. СМЕХ Женщина стала звездой у квартала. Снят про нее целый цикл передач. А вот беретта престиж потеряла. Редко берут. Да и то, как пугач. Я хоть и пришел в метро без цели, А не чтоб, как вздумал прокурор, Забесплатно ночевать в тоннеле. Все снискал. И славу, и позор. Попирая правила и нормы, Что солидным людям не к лицу. Встал неравномерно вдоль платформы. Сгрузился к переднему концу. Не имея письменного права, Полупрестарелый обалдуй Сдвинул центр тяжести состава. Сдвинул так, что мама не горюй. Я им просто не оставил шанса Этим машинистам молодым. Весь состав в отсутствии баланса С рельсов вжик, Как с белых яблок дымом. Дальше поезд наш перекосило, Хрустнуло, как в голени нога. Это все из-за таких дебилов, Как и ваш покорнейший слуга. Дальше запись с камер показала Всем откуда родом мой успех. Хоть дебилов сгрудилось немало, Я смотрелся креативней всех. Хрустнуло, Корчилл, да, Зато какие рожи. Это просто творческий запал. В объектив плевался, Ну и что? Токон-то ни разу не попал. Дальше я привел свои отмазки. Мне взамен поставили на вид Метеорит. Две, нет, три атаки газовых В Дамаске. Два вулкана. И метеорит. Дальше. Жесть. Вообще невыносимо. Без высокопарных Слов и фраз К делу приобщили Фукусиму, Ураган Катюша, Ой, ураган Катрина И Глонасс. Дальше. В Дании Родной прокуратуре Я за полсвидания С женой Сам просил Подъема реки Закрепить Пожизненно за мной. Дальше Насмех ряпченный конвою Веру в безнаказанность храня Делу дали статус Групповое. Группа, блин. Из одного меня. Дальше все. Лишение свободы. Приговор, конечно, неактив. Прокурор просил 4 года. Адвокат добился 10. Дальше отсидел. Покинул зону. Повзрослел почти на 10 лет. И сегодня первого вагона для меня по умолчанию нет. Спасибо. Кремль сегодня в грусти и печали. Всюду беспредел и произвол, Как в картине Репина, Не ждали сундука на площадь. Сам пришел. Раньше головой думать надо, Прежде чем наставить сундуков. Там, где Жуков принимал парады, Малиновский, Троцкий, Сергей. Все они, министры обороны, Честь и слава, негасимый свет. Все могли бы сегодня дать Ветону Симметричный, правильный ответ. Еврозелень, грязные пиастеры, Не нужные народу моему. А на площади даже нет кадастров. Нет и все же. А, кстати, почему? Я бы сдал кусок реки в аренду, Плату взял за десять лет вперед. Вилами пускай рисуют бренды, На воде, пока не встанет лед. Лично я смотрю на все угрюмо. Ясно ведь, что в заданный момент Не пройдут ракеты возле ГУМа, Главный нашей дружбы аргумент. Вы, кто ставит смайлики и лайки Сундуку, уймитесь, господа. Блин, сокрой, медведь и балалайки. Суть форева, селечь навсегда. Есть и те, кому хватило духу, Я в виду имею хомячков. Вот кому респект и уважок, Честь и бонус тысячу очков. Да, Маккарт не зажигал у ГУМа, Но так он не кто-нибудь, а сэр. Он давным-давно продумал Думу Возвратиться в СССР. Редко, правда, были прецеденты. Только между нами, говоря, Пол хоть пиво сжахнул с президентом, Ауи побрезгал. И зря. Ну еще есть немножко, да, Маккарт? Ракеты не уместятся, здесь мало места. Давайте вернемся в обстановку Пляжа Сочинского, где-нибудь в окрестностях. Дядя Женя. Утопление братских народов В жидких средах, таких как вода, Ставит тему спасения на водах В тройку первых везде и всегда. Дядя Женя спасатель со стажем. Груда мышц, два кора дума. Он все лето от нашего пляжа Отгоняет акул и шторма. Отсидел 10 лет в институте. Встал на трудный, но правильный путь. И спасает людей. А по сути он им просто мешает тонуть. Если он заступает на вахту, У пловцов пропадает кураж. Прекращаются бухты, Барахты, Дисциплина приходит на пляж. Даже море становится ровным. Не волнует, а радует взгляд. И нудисты ведут себя скромно. Загорают в трико, Не нудят. По округе легенды гуляют Про него с незапамятных пор. Как он веслами больно спасает. А как тщательно точит вагор. Да любое подручное средство Он использует как виртуоз. Сам же плавать не мог уже с детства. Утонуть для него не вопрос. А уж силище в теле упругом В совокупности с доброй душой. Вот недавно спасательным кругом Он корабль подбил небольшой. Ворю факет Просил вспоможения капитан. И геройски тонул. Сам дурак поправлял его женя. Что утерся фастфуд для акул. Капитан начал медлить с ответом, Будто он из гренады хохол. Дядя Женя в обиде на это Взял багры и на вахту ушел. Болк на сорок забил на работу. Заварил восхитительный чай. А корабль провел по учету Утонувших вот так невзначай. Недоспас, но фломастером красным Написал надлежащий рапорт. Так акулы поели прекрасно. А шторма как два пальца об борт. Сгреб осколки кораблика в кучку И задумался не без поток. Что бухгалтер Петрович с получки Снова выйдет за сломанный круг. Ну, наверное, еще и с программного что-нибудь. Ракету так ракету уговорили. Это надо поднять. Однажды, естественно, в зимний упор Я из лесу бревна ворую. Так вот, гляжу, поднимается медленно гору До боли знакомый ракетный расчет. Лошадок с полсотни Уперлись с потугом. За каждую клячь и следит офицер. За запрят комбинирован Бристер и Цугов. Так раньше возили в стране МВР. Конечно, с санями подручней по снегу. Но что-то у них, как всегда, Не старослось, и вместо саней Получилась телега. Зато с капитальной нагрузкой на ось. Знать к запуску дела Такая примета Все фразы скупые Отборнейший мат. А как вы хотели? Ведь это же ракета! Здоровая дура! Локтей в пятьдесят Колонну венчают Три старших при флаге. Их лица угрюмы, Носы с синевой Молчат И изрядно глотают из флаги. Похоже, что пуск предстоит боевой. А в пуске ведь Думать особо не надо. И старший Коня тормозя за супонь Допил И нарушил Движение отряда Короткой армейской кричалкой Огонь! И все! В соответствии с точным расчетом, Что в классе Проделано было не раз В Тамбовском лесу Закипела работа. Ведь старшего просьба Она как приказ. Ведь армия Это особая зона. Прикажут, Алюминию становится медь. Неважно, Ракета Или звезды Без погонов, Но что-то сегодня Должно полететь. Звенят топоры, А движения людей Соразмерены, Ловки, Они лишь на вид Никакая толпа. А глянь, Как умело Они за бечевки Красавицу вздыпить Хотят на попа. Звенят топоры И промежности В мыле И хворост Как этот Как хворост Хрустит. Дровами И матом Ее обложили Ракету, Иначе же она Не взлетит. Крепчает мороз, Ну а и люди Упырявы Нашли в темноте Подходящий момент, Отрыли в снегу Оркестровую яму, Чтоб взрыв Не погнул Дорогой инструмент. Минута Молчания, Прощания с ракетой, Лапзания, Оценка Грядущих утрат, Разлука Не сахар, Но фишка Не в этом, А в том, Чтоб она Не вернулась Лапзания. Костер разгорала, Канистра бензина Дрова Расила, Чудро барабанное Тра-та-та-та И старший Воскрикнул Со страшной силой Ну, Типа Конец, Мужики, От винта. Костер разгорался, Ни валка, Ни шатка, Сверкнуло, Забавно, Рвануло, И тьма. Когда ж Заклубился Рассвет над площадкой, Увидели все, Что ракеты Нема. Ну, Все, Берегитесь, Народы Востока, Сказал, Как отрезал Седой Замболит, Привиден на елке Программного Блока, А также Примыслит, Чем это Грозит. Тут надо Пресечь, Распускать Кривотоки, Поскольку У нас Не такая Страна, Что блоки С программой Висели На елке. Нет, Это Не елка Была, А сосна. А вечером, Глядя По телеку Сводку, Я видел, Как мы Одолели врага. Заснеженный В дрыск Полуостров Чукотка На сопке Бочонок Со свежим. Ага. Тут Наше изделие Несется Стримглава И прямо Бочонку Врезается В дно. Вот это Ракета. Вот это Держава. Повержен Условный Противник. Оно. Наутро Главком Отодвинув Рутину Приказ Написал По вопросу Наград Троим Генералам С загрудкой На спину. Себе И Себе Чтоб Заполнился Ряд. Рукав Приготовил На случай Сакуски Налил И подумал Ведь все Молодцы Почаще Бы надо Планировать Пуск Нам Этих Ракие И Залил Подусты Увидев Как сильно И стерлись Лампасы На новых Штанах За 14 лет Разделся Добавил Замкнулся На маску Работы По горло А времени Нет Все Рады Лишь Только Генштаб Озабочил Запросы Доклады Разборки Кругом На тему Что Пуск Мог быть Более Точен Неровно Ракета Покрылась Врагом Вчера В этом деле Поставлена Точка Семь лет Продолжался Скандальный Процесс Виновника Асимметрия Бочки Сырые Дрова И Халтурный Замес Всем дали Конечно Предельные Сроки Неделю Судья Оглашал Приговор И Запад Вздохнул У него На востоке Теперь Хоть и грозный Но верный Партнер Спасибо Наверное Дуэль Еще может Подойти Если вы Не против Когда Кого-то Честь Задета Хотя бы Косвенно Была Дворяне Брали Пистолеты И Отвечали За козла Они же Телек Не глядели Но Всякой Был Не без Понтов И повод Драться На дуэли В кого Неблю Всегда Готов Они Сошлись Как В небе Тучи Из Любопытства Пацаны Решили Выяснить Кто Круче Из них Наделает Штаны Тот Победил А тот Кто Жиже Займется Стиркой Штанов И В знак Снижения Престижа Получит Двадцать Щелбанов Онегин Целил Как Попало Даже Зажмурится Забыл Ба-бах И Ленского Не стало А ведь Каким Он Парнем Был Таким Он Смерть Прикольно Встретил Упал Отжался После Сник Он Пулю Даже Не Заметил Вот Как Воспитан Был Мужик А Секундант Склоняясь Над Вовой Еще В надежде Навозь Воскрикнул Рана Пустякова Дыра Волбу Но Не Насквозь Зеленкой Клизмой И Ватой Он Действовал Володю Чтоб Спасти Он Знал Что Жизнь Чревата Но Чтоб Вот Так Пули В лоб Не Знал Евгений Безвольно Как Чемодан Стоял Пустой Он Думал Выстрел Холостой Произошел А Нет Контроль Вы Уже В готовности Заплакать Он Передумал Впал Вознов Ну Ну Как Же Так Блин Целил В Мякоть Ноги Откуда Взялся Лоб Пусть Даже Не Убит Контужен А Все Ж На Сердце Холодок Сегодня К Вареным На Ужин Володе Ленской Не Издок Рябчиков Под Пуш Без Вовки Евгений Видов В Грову Да Татьяна По головке Не станет Гладить За Больбу Вот Вам Помещище Гримасы По сути Дела Друг Она Перепугать С таким Запасом Как Бы Сказал Поэт Некрасов Сапсан Увидев О Пана Спасибо